Добрый вечер, в эфире Вести Карачаева Черкесия, в студии Ярослав Щекланов. В целях обеспечения эффективного взаимодействия по установлению местонахождения без вести пропавших граждан, в том числе несовершеннолетних, Следственный комитет Карачаева Черкесии в лице руководителя управления Николая Щепкина и Некоммерческая организация Центр помощи в чрезвычайных ситуациях и происшествиях в лице Аслана Доддаева заключили соглашение о сотрудничестве. Документ предусматривает, что стороны будут обмениваться необходимой информацией и опытом в организации проведения розыска без вести пропавших. В наше время волонтерское добровольческое движение набирает силу, когда неравнодушные граждане объединяются для совместной работы, для оказания помощи специализированным организациям в различных ситуациях, ликвидации последствий чрезвычайных происшествий, в поиске пропавших людей, в том числе несовершеннолетних. Мы сами неоднократно работали с представителями данной организации, и их помощь в нашей работе сложно переоценить. Так, например, на следующей неделе у нас запланирована встреча с представителями казачьего движения в Карачаево-Черкесской республике и подписание схожего по смыслу тематики соглашения для того, чтобы работать в дальнейшем и с ними на постоянной основе. В реальной работе у нас уже взаимодействие происходило, теперь мы пытаемся документально это оформить и более на новом качественном уровне вести вот это взаимодействие. Органами государственной власти у нас очень хорошие, потому что мы работаем всегда вместе. У нас нет каких-то конкретных задач по нашу душу или по части органов государственной власти. Для нас самое главное найти пропавшего без вести человека. На сегодняшний день в Карачаево-Черкесии отрасль сельского хозяйства, а именно садоводства, находится в стадии активного и успешного развития. Одно из таких хозяйств при Эльбрусе расположено в ауле Адагихабль. Как оно развивается, какие фрукты выращивает и как организован рабочий процесс, об этом мы не только рассказали первому заместителю председателя правительства республики Хазыру Чекуеву и нашему корреспонденту Альбине Ламковой. Деятельность по садоводству агропромышленного комплекса при Эльбрусе началась с 2016 года. А в 2017 году приступила к реализации инвестиционного проекта с закладкой аттентивного яблонево сада на площади 500 гектаров и строительства фруктохранилища. План строительства развития нашим обществом предусмотрено на этой территории высадка до 500 гектаров садов и строительство фруктохранилища мощностью 20 тысяч тонн. На текущий момент, уже с сегодняшнего дня, мы начинаем пускать наладку с очаровочной длины и начинаем отпускать товарную продукцию в сетевые магазины нашей России. Готовая продукция сдаётся на склады собственных холодильников, специализированных на хранении дальнейшей реализации продукции растеневодства. Тут же осуществляется товарная обработка яблок – сорта «Гала», «Голден», «Дилишес» и «Грэнни Смит». Есть вся необходимая техника – машина для формирования и склеивания ящиков, контейнерами для хранения яблок, работают сортировочные линии. Сейчас высажено яблок на 252 гектара. При его посадке использованы современные инженерные и высокоэффективные аграрные технологии. Планируемая урожайность выше 12 тысяч тонн. Масштабы и объёмы сада впечатляют. А самое главное – это созданные рабочие места. Это рабочие места, это привлечение наших детей к земле. Конечно, всё это приятно. И то, что всё организовано на высшем уровне, это радует. В этом году у них хороший план, который наметили, и показатели, которые должны были отчитаться, они, я думаю, перевыполнят в этом году. Сады при Эльбрусе в 2022 году планируют приступить к дальнейшей реализации инвестиционного проекта по строительству второй очереди фруктохранилища вместимостью 5 160 тонн в рамках следующего этапа. Альбина Ламкова, Расул Бердеев, Вести, Карачаево-Черкесия, Дейхабльский район. Измерять температуру и пройти осмотр у врача, не боясь раздеваться в холодных помещениях. До сих пор кабинеты ФАПа посёлка Бавука отапливались обогревателем. Мёрзли и врачи, и пациенты. Но низким температурам теперь пришёл конец. На днях начались масштабные работы по капитальному ремонту и реконструкции старого здания. Фатима Даурова побывала на месте. Рабочий шум с территории сельского ФАПа слышится уже на подходе к зданию. Заслаженной работой ремонтной бригады приятно даже наблюдать. Посмотреть, как она проходит, пришёл и главный врач Хабецкого района Амин Макаов. Руководитель держит руку на рабочем пульсе, чтобы реконструкция была завершена к положенному сроку. В соответствии с программой модернизации здравоохранения Карачаево-Черкесской республики, в 2021 году в федерско-акушетский пункт посёлка Бавука попал под капитальный ремонт. Вместе с малокарачаевской поликлиникой и стройкой в Эрсаконе врачебной амбулатории, вот три объекта, которые в 2021 году начинаются. И мы очень рады тому, что именно федерско-акушетский пункт посёлка Бавука попал под этот ремонт, потому что это один из таких старых зданий федерско-акушетских пунктов в районе. Вот уже больше 20 лет Светлана Братова проработала в стенах этого ФАПа. Сейчас она возглавляет его, но со времени своего первого рабочего дня помнит, какие местные неудобства были при пользовании этим зданием. Обогреватели зимой для удобства населения и частые косметические ремонты из-за протекания кровли. У нас тут холодно, приходят детки с рождения, мы наблюдаем детское население. Ну полностью весь объём оказания первичной помощи у нас находится, и ребёнка растить уже сложно. Его надо взвешивать, прививки мы делаем. Ребёнок находится полчаса минимум после вот этих всех процедур. Здание 70-х годов постройки остро нуждалось в ремонте. Сейчас мы видим, как эти старые батареи здесь уже лежат за ненадобностью совсем скоро. Здесь будет установлена новая отопительная система. И зимой и работники, и пациенты будут чувствовать тепло, уют и комфорт. До завершения сроков по реконструкции здания население посёлка Бавука будет обслуживаться в новом ФАПе соседнего аула Новохумаринский. В связи с этим сложности по оказанию медицинской помощи населению не должно возникнуть, считает главный врач Хабейской районной больницы Амин Макао. Благодаря усилиям главы Карачао-Черкесской республики, усилиям правительства Карачао-Черкесской республики, у нас в районе практически все фельдшерские акушерские пункты в предыдущие годы были обновлены. Это и ФАП, начиная с ФАП Аула Инжидюшко, ФАП Аула Абазакт, Новохумаринск, Кызыл-Юр, Джако. То есть практически все фельдшерские акушерские пункты сегодня имеют современную структуру, которую требует санитарное правило. И сейчас, вот после проведения капитального ремонта фельдшерско-аккушерского пункта в Бавука, я думаю, что этот ФАП тоже будет одним из образцовых. Если будет, вот как сделали, в других населенных пунктах, мы там были, смотрели, если у нас будет вот так же, то мы, конечно, будем в восторге. Там просто слов нет, так качественно и удобство такие у них. Мы тоже ожидаем этого. Ждем, не дождемся. Новоселье ожидается уже в конце декабря. А сейчас вовсю идут работы над особенным подарком на Новый год для жителей поселка Бавука. Фатима Даурова, Алибастана, Вести Карачаева-Черкесия, Хабецкий район. И вести из оперштаба. Сегодня в Карачаево-Черкесии выявлено 47 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. С начала пандемии общее количество заболевших в республике составило 24 454 человека. Из них 21 908 выздоровели, 615 госпитализированы. Сейчас настало время прогноза погоды, а после мы продолжим выпуск. В Карачаево-Черкесии 9-11, а днем 23-25 градусов тепла. Спешите с 18 сентября в Кисловодском цирке уникальная программа «Экзотик-шоу Алибрувер». Вятские меха в Черкесске. Шубы по низким ценам в рассрочку. Куртка в подарок. Торговый центр «Панорама». Первый этаж. Скоро в школу классные столы по классным ценам. Весь сентябрь от мебели белорусской. Ждем вас. Девчонки, они снова приехали. Шубы от «Снежки» в Черкесске. С 8 по 12 сентября в Центре развития предпринимательства. Обновленный ассортимент норковых шуб. Рассрочка на три года без первого взноса и переплат. А меховой жилет в подарок. Продолжаем выпуск. С 1 сентября заработал уникальный проект Министерства культуры России «Пушкинская карта». Что позволит молодежи от 14 до 22 лет приобрести билеты в театры и музеи. А также посещать концертные залы и библиотеки. Сегодня в Черкесске состоялась пресс-конференция, посвященная этой теме. Было отмечено, что средства в размере 3000 рублей поступят на банковскую карту. Их нужно потратить до конца года. Приобрести билеты можно в приложении, на сайте или в кассе музея. В следующем году правительство России планирует увеличить сумму до 5000 рублей. Билеты будут именные, поэтому передавать их кому-либо не получится. Пушкинская карта подразумевает, что на деньги, которые на ней находятся, можно купить билеты на мероприятия, которые прошли особый отбор. Которые мы, как государственное учреждение, как Министерство культуры, знаем точно, что это мероприятие даст ребенку доброе, светлое, ценное. 2050 человек уже оформили карту для первой недели, когда мы только начинаем эту работу информационную. Это серьезные цифры, видно, что есть интерес у молодежи. В систему, в портал заведено сегодня 16 мероприятий. То есть ребята могут уже на этой неделе покупать билеты на выставки, на спектакли и на концерты, которые проходят в Черкесске. Пушкинская карта – это виртуальная карта, но с 1 октября 2021 года вы можете открыть карту на физическом носителе в любом отделении Почтобанка. К карту вам нужно иметь подтвержденную учетную запись, и можно в мобильном приложении сайта Госуслуги Культура, либо в мобильном приложении Почтобанка. Средства на Пушкинской карте можно использовать строго только для покупки билетов, которые присутствуют на сайте Почтобанка, либо на сайте Афиши. Спортивные вести. Очередная победа действующего чемпиона Европы по самбо Аскерби Агербекова. Воспитанник республиканской детско-юношеской школы «Олимпик» весовой категории 79 кг завоевал золотую медаль 25-го международного турнира по самбо категории «А» на призы президента Белоруссии. Соревнования проходили в Минске. За почетные трофеи турнира боролись более 100 спортсменов из 11 стран. На скирби Агербекова тренируют Аслан Бастанов и Мурат Салпагаров. Это все вести. А прямо сейчас продолжение сериала «Частная жизнь». Субтитры создавал DimaTorzok Продолжение следует...